Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня у меня будет перевалка в другое кашпо моей красавицы Мединилы. И немножко вас познакомлю с этим растением. Родина Мединилы, тропические леса Филиппин, где буйство красок, запахов и звуков превращает лес в настоящий сказочный город. И в этом городе каждый житель пытается привлечь внимание насекомых с помощью оригинальной формы, яркой окраски и необычного запаха. Одной из самых популярных Мединил в комнатном цветоводстве является Мединила Великолепная или Мединила Магнифика. Вот сегодня эту красавицу и будем пересаживать методом перевалки, конечно же. И я немножко расскажу, что она любит и предпочитает, и почему она у многих просто не растет. Ну, начнем с того, что эта красотка в природе живет в тропических лесах, горных районах. Следовательно, корневая система у нее не очень глубокая, поверхностная и грунт должен быть рыхлый и воздухопроницаемый. Это первое. И во-вторых, Мединила любит тепло и влажность воздуха, но не жару. От прямых солнечных лучей ее, конечно, лучше убирать. Она предпочитает светлые места в квартире и подальше от отопительных приборов, конечно же. Ее лучше, конечно, горшок поместить на мокрый керамзит. И время от времени можно ее опрыскивать из мелкого поляризатора. Но тоже этим не следует увлекаться. Делать это реже, лучше пройтись по ее кожистым красивым листьям. Мягкой тряпочкой влажной, чтобы пыль убрать и все. Выбрала я ей горшок, вот такой. Но не смотрите, что он высокий. Я уже сказала, у нее корневая система не очень глубоко уходит. Она как бы поверхностная, да? Но дело в том, что почему высокий я выбрала горшок? Потому что у нее, видите, какие листья, побеги. И когда она зацветет, у нее вот эти бутоны свисают. И поэтому я выбрала высокий горшок, но я в него наполовину заполню керамзитом. То есть получается, что у нее как раз будет вот такой вот, вот так примерно. Как раз то, что ей нужно. Потому что дренаж должен быть хороший у нее. Ну что, приступим. Я сейчас при вас замешаю ей грунт. Сама приготовлю. И буду переваривать ее в новый горшок. Ну и сразу, наверное, здесь насыплю керамзит. Как я уже сказала, керамзит у меня будет здесь наполовину. В кашпо имеется дренажное отверстие, конечно же. Кто не имеет возможности приготовить сам грунт, то можете купить готовый грунт для эпифитной краски. Мединила это не эпифитное растение, но она как раз грунта предпочитает такую рыхлую, как именно у эпифит. Здесь у меня кокосовый субстрат. Сюда я буду насыпать древесный уголь. Вместо песка речного я буду использовать кварцевый песок. Он как разрухлитель. То есть, хорошо будет через него так проходить вода. Воду он в себя не впитывает. Сюда же я для разрыхлителя добавлю вермикулит. Все хорошо перемешаю. И теперь я сюда добавлю грунт. Такой готовый купила. В составе идет верховой торф, дерновая земля, песок речной еще есть тут. И всякие разные удобрения. Ну, я его так вот в половинку добавлю. Чтобы достаточно. И теперь я это все вместе перемешаю. И получается такой вот... Такой рыхлый грунт получается. Легкий. Воздухопроницаемый. И в то же время питательный. Видите, какой он. И теперь буду переваливать свою красотку. Там у нее уже из дренажного отверстия, кстати, появились корни. Причем очень хорошо. Ну, я уже сказала, здесь у меня керамзита вот так насыпана. И теперь я грунта добавлю. Грунт отличный получился. Рыхлый. И добавлю, конечно же, удобрение Асмокот. Кто не знает, это удобрение длительного действия. Особенно хорошо к зотам это подходит. Ну, и теперь я буду доставать горшочка там у меня. Прям вообще. Видите, что творится. Она у меня уже в этом кашпо, как я ее купила, два месяца находится. И вот, как я ее вот сделаю. Вообще не хочет двигаться, конечно. Придется еще поди разрезать. Но я вот так вот сейчас подавлю ее. Вот видите, что творится. У нее, представляете, одни корни. У нее просто одни-то корни. Вот, посмотрите, что творится. Вот, посмотрите, что. Вот, тут пусто. Вот видите. Корневая отличная вообще. Так что я этот горшок будет вообще отлично. Хорошо. О, шикарно. И как раз по размерам то, что нужно. То есть я вот это вот расстояние доложила дренаж. И ее, как вы видите, она хорошо в этом кашпо смотрится очень. Потому что она в том пластиковом у меня уже падала. Там я ее вообще пришлось намудрить, чтобы она не падала. Ну, а теперь я буду засыпать с разных сторон ей грунт. Конечно, в кашпо в этом она совсем прям смотрится очень благородно. Там как раз где-то в два пальца получается расстояние. Хорошо. Сейчас она совсем у меня попрет. Сейчас к весне у нее уже появился, я вижу, рост там. Тем более сейчас я ей добавила земли свежей, с витаминами. Думаю, что... Хотелось бы, конечно, чтобы она порадовала меня своим светением. Ну, у меня вообще получается, как-то... Я всегда грунт сама делаю. Что-то, чего-то хочется самой туда намешать, добавить. Ну, теперь она в этом кашпо точно не упадет. Потому что горшок тяжелый. Не перевалит его своими кожистыми тяжелыми листьями. Ну, мне нравится, как получилось вообще. Во-первых, мне нравится, что устойчиво. И вообще, она так смотрится красиво. Опять же, керамический горшок, что еще говорить. Ну, и самое еще немаловажное за уходом этой красотки, это является полив. Если это тропическое растение, это не значит, что оно должно стоять постоянно во влажном грунте. Грунт должен просыхать. Это очень важно. Не забывайте, что у нее на родине почва вообще очень такая, знаете, скудная, рыхлая. То есть, если дожди идут, то они сразу пробегают. А в комнатных условиях она находится в горшке. И вот эта вода постоянно застаивается, застаивается и начинает гнить корни. И растение погибает. Пусть она лучше пересохнет, кожи не будет, ничего с ней не будет. И я уже говорила, ее лучше поставить на поддон большой, насыпать туда керамзита и налить водички. Это будет влажность воздуха вокруг этого растения. Ну, я сейчас свою красотку унесу на ее место. Она у меня стоит возле моего водопада. Который я сама сделала. Кто не знает, у меня есть на канале видео. Можете зайти и посмотреть. Водопад своими руками. Но сейчас я ее унесу на место и вам покажу. Ну, вот она у меня стоит вот здесь, вот на такой вот еще подставке керамической. Здесь у меня вот водичка, водопад. То есть у нее здесь все равно влажность, свой какой-то микроклимат тут есть. Но я все равно ее время от времени опрыскиваю. Или протираю уже такой мягкой тряпочкой ей листья. То есть я говорила уже, что сильно тоже опрыскивать ее не нужно. И, конечно же, нужно осматривать листья, чтобы не завелась какая-то там на ней. Ну, я вот смотрела листочки. Все вроде хорошо. Я никаких не вижу на ней вредителей. И там уже появился. Вот точки роста прям я вижу. Точки роста у нее уже идут. И здесь, кстати, вот что-то появляется. Прям из пазуха вот здесь свисточек прям что-то появляется. Впереди еще очень много пересадок. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. И пишите, конечно же, комментарии. Увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»